Всем привет! В начале июля Яндекс объявил о закрытии дополнительных релевантных фраз в Яндекс Директе. Профессионалы-таргетологи навряд ли сильно расстроились, так как недолюбливали этот инструмент. А вот если вы настраивали рекламу самостоятельно, без специалистов, без кучи мощных парсеров, то вы наверняка задумались, с помощью каких инструментов можно расширить охват. Яндекс успокаивает и говорит о том, что он оставляет автотаргетинг, который копировал частично функции дополнительных релевантных ключей. Меня зовут Алена Полюхович и в этом видео мы рассмотрим с вами всевозможные способы расширения охвата. Дополнительно релевантные фразы автоматически подбирались рекламной системой Яндекса, исходя из тематики сайта, из ключевых слов, которые вы закинули в компанию, также ориентируясь на тексты объявлений. Подбирались эти фразы абсолютно автоматически, отключались они также автоматически, то есть система обучалась, пока накапливала статистика по показам, переходам, CTR по дополнительным релевантным фразам и те, которые были неэффективны, они автоматически отключались. Ставка назначалась также автоматически, но не больше заданной вами цены в целом за ключ. Ну и конечно сама эта функция, она была включена автоматически при создании новой компании, при создании новой группы. Вам необходимо было задать в процентах максимальное количество, которое вы готовы потратить расхода от общей компании и выбрать ключевую цель в Яндекс метрике. Ну а чтобы убрать показы по дополнительным релевантным фразам нужно было переместить ползунок влево. Среди преимуществ этой технологии отмечали увеличение охвата за счет того, что реклама была расширена на показы по низкочастотникам или же уникальным фразам. Но за счет того, что другой инструмент, который называется автотаргетинг имеет похожий функционал и в принципе похожую простоту использования, то было принято решение отключить вообще эту функцию дополнительных релевантных фраз. Прокаченные специалисты по контекстной рекламе никогда не использовали дополнительные релевантные фразы и вот почему. Во-первых, было слишком много мусорных запросов, которые не имели ничего общего с тематикой. Во-вторых, система подбирала максимально похожие, близкие к заданным вами ключам другие ключи, но не учитывала саму специфику работы вашей тематики. Допустим, по запросу там стоматологи, система подбирала, например, ключи такие как УЗИ для беременных. Ну и соответственно вы сливали бюджет, кучу денег по нерелевантным переходам и нерелевантным кликам. То есть дополнительные релевантные фразы это что-то похожее на широкий тип соответствия в Google Ads, когда к фразе женские туфли, например, прекрасно подбирается синоним купить мужские кроссовки. По этим причинам дополнительные релевантные фразы использовались в качестве эксперимента по расширению охвата в отдельных тематиках, в отдельных компаниях и при этом строго нужно было следить за тем, не потеряла ли компания эффективности при использовании этих фраз. Ну а владельцы бизнеса, которые настраивали, например, рекламу самостоятельной, у них не было ни времени, ни средств, ни других способов, чтобы возиться с ключами, тщательно их подбирать, они конечно использовали эти дополнительные фразы. Ну и спад, конечно, наблюдался на использование дополнительных фраз в моменты сезонности или же когда каждый ключ прямо-таки на счету. Итак, первое, что мы можем использовать это автотаргетинг. Вот находится он в настройках самой группы, его можно использовать с минимальным количеством ключей в группе или же вообще при их даже отсутствии. Автотаргетинг настраивается для текстово-графических объявлений, для компании поисковой, для компании в сетях, а также для рекламы мобильных приложений. И, кстати, для рекламы мобильных приложений эта функция включена автоматически, поэтому если вы хотите ее отключить, нужно это сделать вручную, используя вот этот вот ползунок, когда вы перемещаете его влево или вправо, тем самым включая или же отключая. Система ориентируется на ваш контент на вашей посадочной странице, на текст объявления, ну и если вы использовали ключевые слова, то еще и на них. Подбирает она ключи, исходя из запросов пользователя, сопоставляет запрос пользователя с контентом на вашей посадочной странице. Она может использовать близкие тематики, различные словоформы, ключа, ну и конечно она ориентируется также на интересы пользователя, если нет достаточной статистики по интересам пользователя, в таком случае система будет подбирать релевантные площадки. Конечно, данная технология позволяет сэкономить огромную кучу времени при подборе низкочастотников или же там узких ключей и формулировок всевозможных его, но даже если вы используете вот этот вот автотаргетинг, я советую вам использовать все-таки хотя бы минимальный набор ключей, которые относятся к вашей тематике, потому что таким образом они будут иметь приоритет перед дополнительными релевантными фразами. Чтобы все работало корректно, ключевые фразы должны быть включены в заголовок объявления, в текст объявления, конечно же они должны присутствовать в контенте посадочной страницы, куда вы ведете свою рекламу, а также они должны быть прописаны в метатегах, особенно в title и в заголовке h1, иначе система просто не поймет о чем ваш контент, тематику вашего контента, вашей посадочной страницы и будет предлагать показывать ваше объявление совершенно на нерелевантные поисковые запросы. Ну и конечно очень важно, если все-таки вы выбрали вот эти вот автотаргетинг этот, то вам очень важно первое время, там почти чуть ли не каждый день постоянно следить за тем, на какие запросы пользователям показывалась ваша реклама. Это достаточно кропотливое занятие, но не стоит лениться, лучше все-таки постараться, посидеть, посмотреть какие ключи выводятся и таким образом пополнять базу минус-слов, и чем тщательнее вы будете это действие проделывать, хотя бы в первую неделю показывать ваши рекламы, тем менее будет мусорных запросов, по которым будет показываться ваша реклама. Следующий пункт это недельный бюджет, он находится в стратегиях, подходит для оптимизации кликов, выбираете недельный бюджет, указываете сумму которую вы готовы потратить, минимум это 300 рублей, он подходит для тех рекламодателей которые хотят увеличить количество людей которые приходят на их сайт в рамках заданного вами бюджета, система будет повышать сама или же понижать там ставки как она считает нужным для ключей которые потенциально имеют высокий CTR, но вы можете указать приоритетность ключевых фраз и таким образом они будут более выигрывать аукцион, более чаще показываться, будут прекращать показы только когда уже бюджет будет на исходе, для того чтобы работало корректно это условие это вы должны чтобы ваша компания отработала минимум неделю без всяких изменений в нее, то есть вы ничего не трогаете ничего не изменяете вот смотрите как она работает неделю и тогда работать она должна корректно. Обращаю ваше внимание что заданный недельный бюджет зависит от корректировки по времени, то есть если вы задали показы только в будни, то естественно недельный бюджет будет расходоваться только в будние дни. Также охват можно расширить при помощи обычных корректировок именно ставок, то есть по целевой аудитории, по устройствам, полу, возрасту и так далее, но конечно не стоит именно какие-то стереотипы здесь использовать, то есть вы должны хорошо максимально понимать свою целевую аудиторию, но и не думать что например кухонной техникой интересуются исключительно женщины и покупают только женщины и вы сразу там поставите не показывать мужчинам, то есть это будет неправильно, также можно по времени например делать настройку расписания показов, например здесь есть такая вот шкала где вы выбираете управление ставками, например там можете настроить 50 процентов допустим там 12 часов да там 100 процентов с 19 часов и так далее, учитывайте рабочие выходные если вам это нужно, настроить можно также показы в праздничные дни и здесь вы конечно отталкиваетесь от времени работы вашей компании и от опять-таки вашего бюджета в какое время чаще всего совершают у вас заказы, ну и конечно там тоже настраивайте например на рабочие часы вашего офиса, потому что если вы там работаете только до 6 до тематика такая что вам могут именно позвонить там оформить заказ и так далее вас не будет на работе, то тоже будет не очень хорошо, поэтому конечно отталкивайтесь еще и от этого, также используйте например ручное управление ставками находится в том же блоке стратегии и вы получите максимальное возможное количество показов самостоятельно выбирая ограничения ставки региона и других параметров которые влияют на показы, то есть в компаниях и россиях такая система будет стремиться показывать как можно большему количеству пользователей вашу рекламу ну а на поиске стараться показывать вашу рекламу в премиум местах ну конечно учитывайте также конкуренцию гео и вы должны прекрасно понимать что цена может возрастать но тем не менее вы можете выбирать сколько вы хотите в среднем тратить то есть не более какой суммы в день ну и также я советую вам выбирать режим расхода бюджета именно распределенный чтобы именно равномерно этот бюджет тратился в течение всего дня по времени которое вы задали используйте также рекламу которая настроена на краткосрочные интересы то есть для тех пользователей которые интересуются данным товаром или продуктом или услугой здесь и сейчас либо же в течение нескольких последних дней таким образом вы приведете как можно больше посетителей которым действительно нужен этот товар или услуга и она нужна именно сейчас и получите конечно больше заказов пользуйтесь яндекс аудиториями создавайте новые сегменты создавайте новые аудитории lookalike очень хорошо кстати работают аудитории которые похожи на вашу целевую аудиторию так что если вы еще это не использовали то попробуйте потому что это действительно должно работать ну и конечно же это ключи это основа с помощью чего вы можете расширить свои охваты то есть собрать не только высокочастотные ключи но низкочастотные ключи по вашей тематике около тематические ключи и именно проработка ключевых слов она даст вам наиболее хороший результат если у вас нет возможности использовать кей коллектор планировщик ключевых слов или вордстат или вы уже использовали все эти варианты они вам не подошли то есть например вот такой вот сервис который сбор фраз ассоциаций это тот самый блок когда вместе с таким-то запросом ищут это в выдаче яндекса и гугла работает он очень просто вы добавляете свои запросы либо же из excel файла либо же прописываете свои запросы вот в этом столбце также можете добавить исключить слова которые вам не нужны выбираете поисковые системы например вам нужен только яндекс управляете регионом можно выбрать москва и санкт-петербург быстро либо же там вбить нужный вам регион нажимаете ok и запускаете проверку ну и вам конечно понадобится зарегистрироваться либо же попробовать эту версию бесплатно но в общем таким образом очень быстро можно собрать фразы ассоциаций также я рекомендую использовать вам нашу утилиту для быстрого сбора ключевых слов которая комбинирует между собой ключи и на выходе вы получаете гораздо больше поисковых запросов работает она очень просто бесплатно здесь есть видео как инструкция как ей пользоваться ну и конечно еще один из пунктов который может вам помочь это использование фраз конкурентов то есть вы могли что-то упустить да что-то не учесть и поэтому нужно использовать возможность посмотреть какие же ключи поисковый запрос используется у конкурентов я использую серпстат покажу на примере серпстата вы вставляете ссылку на сайт вашего конкурента выбирайте нужную поисковую систему google это или яндекс нужный вам регион нажимаете на кнопку найти и вот мы видим фразы в контекстной рекламе например переходим и смотрим ключевые фразы которые используются например для этого сайта и также здесь у нас и вот целый список и также у нас есть тут объявления по ключевой фразе сколько их страницы сложность фразы позиции частотность стоимость и даже конкуренции так что используйте и такой лайфхарт то есть вы видите что несмотря на отмену дополнительных релевантных фраз можно расширять свой таргетинг до сих пор использую всевозможные другие функции и инструменты яндекс директа ну и конечно же работая с ключевыми словами более тщательно если у вас остались какие-либо вопросы задавайте их в комментарии постараюсь ответить на каждый из них также пишите пользовались ли вы дополнительными релевантными фразами или же нет если нет то почему если пользовались то какие результаты заметили и как вам кажется хороша ли отмена дополнительных релевантных фраз или нет ну и конечно же не забывайте поставить нажать на колокольчик подписывайтесь на наш youtube канал наше уведомление слушайте наши аудио подкасты а также вступайте в нашу телеграм-группу и подписывайтесь на наш инстаграм и удачных вам продаж